приветствую вас друзья и я короче я так подумал давайте мы на отрубим преобразователь который у нас по основному заданию стоит до в северная обессе и заодно кстати раз держишь полу в этом же преобразователе насколько я понял должны быть детали для кроне у 4 так что мы два квеста разом пройдем единственно что конечно будет очень легко это про сделать да потому что как видим там у нас и робот и дофига альбов ну альбы на самом деле конечно хрень а вот робот это пипец не достает там еще и мутант ни хрена себе ребята уксет из этого боевого колосса нехило мочим засадить чуваки мы можем плохо по снести практически вот-вот все робот готов чему надо завалить это интересно из-за того что мы навык вкачали помните уничтожитель роботов или как он там назывался тут навык да или 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 блин из-за чего мне даже реально интересно так что-то со здоровьем все совсем плохо давайте теперь подлечимся блин реально чуваки мы уже роботов выносим этих боевых колоссов честно говоря я так давно ждал этого момента но вы наверно и сами об этом всем знаете да уже так давно мы блин пытались с этими роботами справляться столько геморрой у нас с ними было да и вот наконец-то молоха обыскали не прошло и полгода как мы расправляемся наконец-то с ними энерго ячейка сырой или кстати говоря электронный хлам металлический хлам кстати летает какой-то карлсон видели альп солдат да там летает какой-то альп солдат короче еще на этом джетпаке эти придурки видите да еще и научились круче а мутантов на свою сторону типа перед перри фигачивать скаты такие волны что да ну блин я же про на радость не могу тому что мы наконец-то с роботами уже легко справляемся это прям супер приятная новость одежда тут альпингу понять а вон вон летает видите этот придурок из него у меня режим боя включается нам походу заглючил доведите он воздухе завис он там реально час как карлсон летает просто ну и ладно skype наслаждается там красотами вида вида сверху почему бы и нет а что тут вообще с противниками много их тут еще идет это или это и все туши все фишка в том что я честно больше здесь почему-то никого и не вижу так мы тогда уже по идее справимся и с тем отрядом помните мак вы взяли у этого зар дома до чтобы справиться с отрядом альбов я сначала подумал что мы там никак не справимся потому что там типа целая толпа альбов в том числе там боевой колос по уму один или даже 2 до теперь в принципе должны справиться хватало бы только маны да ну вернее зелиманы но там еще два альба я вижу вот так а так то в целом вы знаете я даже больше противников то и не видно даже немного забавно как-то не особо они свой преобразователь то охраняют да придурки и такие вот так дистанционные удары потом можно будет продать сколько играем да и ни разу такие не воспользоваться это этими дистанционными ударами может это еще неплохая какая-то штука хотя судя по урону который там пишется которая не наносят то это весьма весьма посредственная штука да там блин сразу двое альбов поэтому нара придется опять-таки использовать черную дыру ну да еще с одним альбом мы легко справимся при помощи с аппаратом да или даже того же стрелкового оружия но с двумя сразу тем более что они еще и пил 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 делаю удалось тремя сразу даже тем более какие там шансы о друг или враг у нас есть достижение чуваки открыто представляете надо было там убить какое-то количество альбов определенная блин завалили такие а я честно испугался что у меня сейчас убьет так давайте выпьем наше зельце восполним ману отлично еще одна ачивка у нас теперь в стиме есть братки о записка кстати какая-то была у этого альба и заметка давайте почитаем чем этом по находились за записки и заметки из-за дома может пожрем до вяленого мяса жареного мяса там блюдо из мяса мокрицы так и что что за записки и заметки да в натуре так вот они заметка так 8 записка 11 от над какого-то сейфа да у этого тоже вот записка пожалуйста 22 хотя нет какой-то 8 11 22 то есть у сейфа как правило не до стальки большой до код те хрен его знает а может быть это код чтобы отключить преобразователь знаете он то может быть и большой должен быть как раз хрен его не знает да начали мужа альбов выносить даже роботов их них убиваем так что все наш jax теперь уже просто реальная машина для уничтожения еще пускай походят мы еще навыки клириков поизучаем да там типа бляха там дальше вообще жесть там еще один робот еще один этот патрон до навыки клириков поизучаем такие как типа сегодня ку изучим и т.д. и т.п. ну ладно по идее вообще у еще записка кстати говоря 4 по логике вещей да просто нам куда сюда правильно по квесту ну да а то уже пролегающие территории это типа типа как по желанию до хочешь изучаешь не хочешь не изучаешь а он типа просто берется а вода новый контрольный модуль это я так понимаю либо для кроне у 4 мы нашли штуковину либо для этой бадабумы судя по всему сайт надо будет навестить уже того чувака вот еще какую-то записку нашли до которой эту болот бадабуму делать то что мы там уже по находили достаточно много 21 до достаточно много мы там по находили замечание какой-то еще нашли уже этих деталей а в свете последних событий мы вы вы были вы нижней выбрать новый номер участнику под номером 12 приписывается немедленно явиться в нашем машинное отделение а это верно этого участника под номером 12 в машинное отделение вызвали для того чтобы типа из него и лекс выкачать по-любому да преобразователи кстати очень здорово сделаны мне очень нравится реально стрёмно они выглядят ой ну тут только один братья шашечка давить когда альп только один то в принципе справиться с него очень просто еще какая-то записка так что что за записка 5 если ему понять для чего эти записки мы находим да какой-то это слишком длинный просто будет пароль если для сейфа то есть это полете вещей от чего-то такого суперского пароль до давайте-ка сохранимся ну чё высоко поднялись удивительно что противников здесь нету да вот тут сундучок у нас спрятан был представляете так 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 ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах О, Элек, своё питьё, кстати говоря. Золотой слиток и плазменные ячейки. Хотели запрятать от Боделыча сундук, представляете, придурки? От меня ничего не утаишь. Так, ещё какую-то записку мы нашли. Девять. Да, это какой-то реально супер длинный пароль. Мне прям даже страшно представить, отчего это будет такой здоровенный пароль. Мы уже столько этих записок нашли. И вообще, есть ли, честно говоря, в этом смысл? Может, это вообще какой-то просто... Просто как прикол, я даже не знаю. Вот реально. Давай, давай. Блядь, боевая система в игре, я живу, это просто, блядь, отдельная система для разговора. У меня ещё из этой тупоровой боёвки ещё и покосали пару раз. У меня, когда бьёт этой хренью, у меня почему-то выносливость, видите, еле-еле восполняется. Теперь я хоть понял. У него молоток какой-то, который выносливость жрёт. Теперь-то всё понятно. Какой-то, кстати, крутой альп. Попался. Реально, какой-то крутой братишка попался. Так, ещё какую-то записку мы нашли. Ладно, давайте сейчас ещё пожрём, да. Пожрём, пожрём, пожрём. Так, и что там ещё за записка? Два. Не, ну серьёзно, какой-то это будут слишком длинные пароли, и я прям не знаю. Мне чё-то всё-таки кажется, что это какой-то прикол. Так. Братки. Так а кто, блин, на меня кто-то согрелся, а кто, понять не могу. Непонятно вообще. То ли тот, кто на меня согрелся этажом выше, то ли что. Я же просто из-за этого не могу, как бы, да, нормально ничем заниматься, потому что это в режиме боя оконченный вид такой. Да. Ну тут, видите, тут всего лишь четырёхзначный код, поэтому, по идее, это не то, что мы находили. 2-1-0, правильно, ну, 7, может быть, 9, 3. О, 3-2-1-0, кстати, прикольный пароль. О, лазерная винтолка ЛТ-5. Энерго ячейки. Тут где-то вяленое мясо есть, чуваки. О, всё, взяли. Так, а что за лазерная винтовка ЛТ-5? Давайте посмотрим. Так, урон 35, у моей лазерной винтовки 36, поэтому это полная параша. Это лазерная винтовка, да. Это чисто для продаж. Хорошо, так, а что за сундук? О, это ещё ментальное зелье, да, малый запас ментальной энергии. Что за сундук? Ого. Так. Угу. Угу. О, малое алексовое питьё, золотой слиток, элексит, плазменная ячейка. Ну, в принципе, сундук весьма такой обычный. Так, кстати, вроде ещё что-то было, или мне показалось? Не, показалось. Да. Хорошо, значит, мы ещё можем на лифтик вот подняться. Давайте, может, кстати, ещё тут факел зажжём, потому что тут очень плохо, плохое какое-то освещение, нихрена не видно, да. Может быть, мы с факелом сможем найти что-нибудь интересное, на что сначала не обратили почему-то внимание. Ну, хотя вроде бы ничего подобного. О, молоток, кстати говоря. Нашли, нифига себе, можно будет молоточком постучать по коленке, проверить эту психику у человека, да. Также же психологи стучат по коленке. Мы-то к альбу постучим, проверим, какой он нормальный, или он поехавший. Абсолютно. Так. Так, ну на меня там кто-то согрелся, кстати говоря, и как раз кто-то был сверху. Ну вот и он. Так, братки. Ну и сейчас я умер из-за пиздоватого управления, или я даже не знаю, как правильно назвать. Как бы вот, да. Ой, ну серьёзно, да, я отбежал ещё, даже у меня получилось отбежать, потом я нажимаю «бей его чёрной дырой», а он почему-то побежал по направлению к ним, хотя я вообще забрал пальцы от управления, да, там вот этого вперёд-назад. Он сам почему-то решил побежать к ним и в упор стрелять этой чёрной дырой, чтобы умереть. Ну то есть, блядь, некоторые моменты в этом элекции, просто слов нет, чтобы описать, да. Ну, что ж поделаешь. Так. Так. Так, так. Куда? А, вот что-то, да, да, всё, отлично. Чё-то я завис, да, у меня мозг завис на какое-то время. Нихера себе, блядь, вы чё, ебанутые? Блядь, долбоебизм, конечно. Ну, серьёзно, ну, блядь, я даже не знаю, что сказать. Такой долбый эбизм, это пиздец, конечно. Ой, блядь. Так, вон, где-то в этот лифт. Да, так, сюда. Какая-то, вон, где-то здесь, да. Ну, наконец-то, блядь. Ну, это какой-то пиздец, честно говоря, я хуй знаю, чё сказать. Вот реально. Просто без чёрной дыры там никак не справишься, потому что второй придурок с охеренно крутой пушкой, с этим, с этой тяжёлой, да, то с огнемётом, то ещё с чем-то таким, то есть там никак не затащишь, а начинаешь её использовать. И этот, ну, из-за того прикола маразматического, что когда противник лежит, ты в него стреляешь, он потом встаёт уже, да, то есть он не продолжает лежать. Вот пиздец, реально, я хуй знаю, чё говорить вообще. Да, видите, вот командор опять встал. Да, это ещё прикол ебанутый, да. То, что ты падаешь вместе с ними, вообще по абсолютно непонятной причине ты падаешь вместе с ними. Расстояние херное сколько, и при этом, блядь, ну, долбаебизм такой вот жёсткий, да. Просто жил, ну, вот это бесит такие моменты, когда ты сливаешься, да, даже не из-за сложности, да, а вот именно из-за того, что здесь безумно неудобно, во-первых, драться, во-вторых, много приколов ебанутых, да, вот в связи с этой чёрной дырой, да, её использованием, как вы, глядь, реально очень много ебанутых приколов. Ну вот-вот-вот, то, о чём говорилось, говорилось, да, я жил, блядь, долбаебизм редчайший просто. Ты же, если он лежит, и ты у него херачишь вот этот его чёрной дыркой, да, то вот всё, он, блядь, уже потом просто тупо встаёт, и всё, ему похеру. Абсолютно. Вот, как сейчас, да. То есть так оно его с ног сбивает, но если он лежит, то он уже встаёт, и всё, и он уже как бы не глушится, блядь. То есть это в некоторых моментах такой бесящий просто момент, ну, блядь, просто пиздец. Во-первых, это какие-то не в тему, блядь, да, ну, вот как вот здесь, вот в этой ситуации, когда у обоих придурков хорошее оружие дальнего боя, да, блядь, это просто пиздец, как не в тему было. Ну ладно, главное, что справились, да. Ой, взборим пополам. Так, где там этот рубоуборщик? Так, командор Альбов, тоже записка у него была, и 142 эликсита. Так, во-первых, пожрать ещё, кстати, надо очень сильно, да, нам нужен крепкий бульон на косточке, пожалуй. И суп. Так, теперь записка 7. Так, а вот второй дебил, да, которого мы убили, эликсит, и ещё одна записка. Так, записка, записка, 27. Я же тут просто какое-то бесконечное количество записок. Давайте-ка сохранимся, да, и, наверное, вот что, ой, вот что сделаем, наверное, зажжем наш факел, потому что я нихрена не вижу. Да. Чтобы мы точно ничего не пропустили. О, сырой эликс, потеря, нашли. Хотя, вообще, да, я же улюблен, вот надо бы как-то вообще прекращать пользоваться этим эликсом, да, вот как-то завязывать с ним, но в то же время, попробуй завяжи, да, если очень сложно реально прокачивать персонажа без этого, да, очень сложно. А, если так, в случае, на тяжёлом уровне сложности, да, я бы даже сказал, что просто нереально, то, что навыков изучать надо много, а как-то их будешь изучать без этой хрени, кстати, у нас ещё вариант куда-то даже вот наверх пойти, да, отключить преобразователь. Ага, ну вот, 1050 опыта преобразователь. Я же у него понять, от чего мы эти цифры собирали в этих записках, у меня просто реально не мог врубиться. Да, вообще непонятно. То, что преобразователь вроде бы отрубился, вот, да, и просто отрубился, да, мы не использовали никакие эти цифры. То есть, как бы, я же, непонятно, от чего эти цифры, да, сейфа мы никого не находили, то есть, в чём прикол. Так, ну мы ещё можем, кстати, вот куда-то туда пойти. Да, и помните, детали для крони У4, у нас где-то был квест, спутники, вот, полурабочая, жестяная банка, да, вот, да, всё приходится делать саму. Да, в контрольном модуле, а, мы его уже нашли, правильно. Да, да, вот, кроме У4, то есть, мы уже этот модуль нашли, так что отлично, это мы для крони всё-таки нашли деталь, а не для бодобумы, хорошо. Порадуем нашего робота, это, в принципе, тоже очень даже здорово. Ой-ой-ой, братишка, ты чего, блядь, да вы заебали. Молодиль уже сдох. Вот, и у этого записка опять, видите, из этого сейчас тоже по-любому записка выпадет. Ну да, то есть, блядь, я не могу понять, в чём прикол. Что это за записки с них падают, для чего они вообще нужны? 15, 12, блядь, это реально, вот, непонятно вообще, абсолютно, тут что это за записки, от чего они... Совершенно никак не объясняется. Но самое интересное, что ты когда читаешь, тебе даётся опыт, то есть, значит, по логике вещей, это какой-то, типа, как, ну, что-то нужное, так мы ещё какое-то распоряжение нашли. Ого, обеспечение поставов Элекса в Ксакор. Для обеспечения бесперебойных поставов Элекса организована система безопасности. Весь персонал будет и дальше получать рационы Элекса. Весь персонал должен получить идентификационные номера. От всего персонала требуется всегда носить номера и называть себя по требованию. А, в случае, если преобразователь перестаёт действовать с максимальной отдачей, будет выбран случайный номер, и его обладатель будет направлен на извлечение Элекса. Вот оно, да. Теперь хоть всё понятно. Кстати, тоже вот, да, вот, прикольно, когда ты вот так вот просто исследуешь какую-то местность, и тебе, типа, поведается история, да, вот какая-то. Вот каждому Альбу в этом преобразователе дали его идентификационный номер, да, я, бляхать, слово не могу нормально выиграть, ну, как мы его раком поставили, да, мы поставили Альба раком, ребята, прямо в прямом и переносном смысле этого слова, да, зацените. Рачком прямо, да. И да, каждому выдали этот номер, короче, игре, видите, да, если Элекса не хватало, они его на извлечение брали, да, из него прям перерабатывали, перерабатывали Элекса, то есть забавненько. Вот что-то за записки оказывается. Так, золотой слиток. Трабоуборщиков у них здесь столько, да, прям чистоплотные, какие Альбы. Да, вот реально классно сделано эти вот эти вот, у них преобразователи, очень атмосферно, вот действительно очень здорово, мне нравится. Да и сам процесс их отключения достаточно такой, тоже прикольненький. Угу, и тут, и тут у нас заперто, да? Но мы еще, по идее, можем наверх подняться. Ага. Опять там высота же была, меньше метра, наверное, но как ты там смог себя покосывать, братан? Ну как так-то, а? На тебе, вяль, наломяться, покушай. Ну тут частенько всякое говнецо у них хорошее есть, да. О, смотрите. Универсальный щит, малое элексовое питье, элексовое питье, малое элексовое. Блин, здорово. Королевский щавель, кстати, блин, ну вот я же, вот они все, да, вот все эти приколы из Готики попереносили, даже царский щавель, вот здесь королевский щавель, да, отпускатель грехов, какое-то оружие, осколочные гранаты, молоток, фугасные ракеты. Да, у них все тут наверху всякие прикольчики валяются. И, кстати говоря, второй раз подряд, видите, мы вот так вот заходим и какой-то, как бы, есть интересное растение. Там был золотой шепот в прошлом нашем таком прикольчике, здесь же вот королевский щавель, да. Ну и вяленое мясо, кстати, что забавляет, всегда у них на крышах валяется вяленое мясо, да, вот, блядь, это прям какая-то как фишка у них уже тоже своя. Так, ну меня сам больше заинтересовал, конечно, отпускатель грехов, это стрелковое оружие, энергооружие, урон 100, нам на него не хватает ловкости и интеллекта. Универсальный плазменный бластер гарантированно бьет на повал. Понятно. Да, надо, короче говоря, чуваки со следующих уровней поднимать нам, да, ловкость и интеллект. Это, наверное, на данный момент для нас самые необходимые навыки, реально, да. Так, ну еще, давайте теперь сбегаем к кроне У4, доложимся ему, что мы вот такие молодцы, да, что мы вот, короче говоря, достали для него его модулятор, или как он там называется, или фуфлатор, там, короче, да. Крони. Братишка, я достал модуль обнаружения цели, который тебе требовался. Начиная ремонт системы управления. Теперь твою систему управления можно будет обнулить, сделай анализ и выдай отчет. Система управления полностью восстановлена и функциональна, аппарат У4 готов выполнять команды, жду команды. За мной. Я разбил лагерь между Эдденом и Абессой, называется Исток, вот координаты, ты поможешь мне оборонять его. Подтверждаю получение координат, приступаю к обороне. Командор, проводится анализ, наверное, неверное присоединение к группировке. Наши приоритеты поменялись, У4. Группировка дает шансы на выживание и ответы на вопросы. Выживание? Произложу анализ. Рекомендовано более эффективное снаряжение. Да, я над этим работаю. Мы справимся, У4? Да, командор. Ты закончил ремонт? Ответ отрицательный. Системы вооружения не подключены. Ты можешь установить, в чем проблема? Поврежден модуль обнаружения цели. Необходима деталь может быть изъята у дрона, кроме У3, на месте аварии. На месте аварии глайдера? Так, значит, нам нужно еще для этого придурка теперь достать новую оружейную систему, извлечь ее из кроне У3. Понятно. Ну что ж, наконец-то мы отремонтировали своего робота, да. Такой тоже очень довольно-таки длинный был квест, длинная цепочка. Найти его, потом там то, потом все. Вот моему обнаружению цели намутили. Теперь ему еще нужно вооружение. Ну, кстати, робот тоже, кстати, вот согласитесь, да, то, что робот тоже как бы прикольный. Робот тоже такой, что реально как бы доставляет, диалоги с ним интересные, то есть как он отвечает, да, там, вам нужно более прикольное снаряжение, да, там ответ отрицательный, ответ положительный, то есть, ну, реально доставляет. Мы справимся, типа, да, командор? Вон, да, этот Альп, который заглюкал, до сих пор там воюет, блядь, а? Вот придурок, а? Тоже такой забавный моментик. Давайте мы его оттрахаем его уже, да, чтобы он не мучился. Братан. Братишка. Братишка. Братишашечка, ты куда пошел? Я с тобой еще не закончил. Ты, блядь, подонок. Жадная, похотливая скотина. Нихуя ты, блядь. Блядь, нихуя он мочит, мочит, а? Ой, я ебнулся. Блядь, вы когда-то видели более глупую смерть, реально, Я как бы отбегал, чтобы зелье выпить, какого-то хера упал с высоты два с половиной метра, да, или сколько тут, блядь. И при этом умер, пиздец. При том, что у меня запас здоровья, это я буду еще достаточно неплохой, да? Я же, я местами просто поражаюсь, блядь, этот, блядь. Ну, блядь, местами я же в Элекции такие моменты, бывает, что ты просто охереваешь от них. Хоть, серьезно, блядь. Да, вообще, вот эти вот чуваки с булавой, они вообще жесткие, вот эти вот альбы с булавами. Ну, и не только альбы, вообще все противники, в принципе, с булавой, они реально очень жесткие. Там и урон, практически, такой бешеный, что называется, да, и при этом еще и сблокировать невозможно. Да, кстати, классная штука щит, видите, меня даже плазменным оружием взять как бы нельзя. Это реально большой плюс. То есть он реально все блокирует, действительно, практически любой урон блокируется. Это здорово. У тебя, небось, тоже какой-то номер есть, да? По-любому сейчас, да? Нет, у него только 62 Элексита. Этот братишка был без номера. А, ну это на 1 Стражник, да, Стражника ты же не будешь брать из него этот... Ну, убивать его, да, чтобы, короче говоря, Элекса себе размутить. Стражника как ни крути, жалко, да? Он может еще пригодиться. Так, вот тут у нас еще две крысы, давайте мы их завалим, потом завалим того придурка, да, патрона. Ну и может поисследуем еще местность там немножко вокруг этого преобразователя. Ну, вообще радует, да, то, что мы теперь можем наконец-то местности, которые раньше для нас были, ну, реально непроходимыми, но ни в каком, ни в каком случае, да? То есть я вообще представить себе не мог, что я когда-то смогу зачистить вот такое вот что-нибудь. Теперь мы спокойно здесь справляемся и проходим уже все новые и новые квесты. Находим новое обмундирование, новое оружие, новые интересные истории об этих альбах узнаем, да? Вот как вот здесь узнали про эти номера. Прикинь, вот так вот ходишь, работаешь, типа, да, вот на этом преобразователе и никогда не знаешь, вот, каждую секунду может прийти вот такая вот хрень оповещения, то, что вот твой номер должен быть переработан на элегс, да? А процесс этот, как я подозреваю, весьма малоприятный, да? И вот действительно очень здорово, они как бы в этом элегсе, да, совместили вот и фэнтези, и фантастику научную, да, вот реально очень здорово они это совместили. Казалось, что это просто невозможно, но вот тем не менее, вот когда дерешься с такими вот крысами, то и реальная фэнтези, когда читаешь вот такие вот записки про альбов, то реальная фантастика, да, то есть доставляет такое, конечно, очень сильно. Да, здорово, еще и этих алекситовых пить и понаходили, сможем себе еще один такой эликсирчик сделать. Ну, с патроном, да, с патроном, это только черная дыра, это очень... хотя можно его еще этой херней, да? Братан, ты только на месте, о, да постой, можно его еще огнеметчиком, он медленный просто, да, и за счет этого можно его просто обычным вот таким вот оружием. Знаешь, просто харящий момент у огнемета в том, что, блядь, я же он через раз почему-то попадает, бывает ты стреляешь вроде бы в противника, а оно пролетает сквозь него. Ну, и плюс с патронами у меня к огнемету, конечно, не очень хорошо, да, прям скажем, у меня топливо уже, по-моему, там кончается. Но в целом оружие классное, мне нравится. В целом оружие то, что надо. Да, кстати, да, видите, одной обоймы, в принципе, практически хватает на уничтожение вот всего того же патрона. То есть вот у нас еще восемь выстрелов, а у патрона уже практически нету здоровья. В то же время, да, вспомните, как мы мочили этого патрона черной дырой, да, и мы тогда, по-моему, три раза восполняли нашу ману, чтобы его убить. Ну, хотя еще не стоит забывать то, что мы не так давно изучили навык убийца-мутантов, который повышает наш урон по этим самым мутантам, да. В принципе, может быть, это еще из-за этого. Ну, давайте добьем мы его уже из винтовки. А, он уже и сам сдох, я понял. Братишка. Хитиновый панцирь, да, и вот сырой Элекс, четыре штуки. Блин, он так еще лег прикольно, да, прям как какой-то йога, да. Прикольно. Да, уже и без черной дырки мы даже справляемся с определенными противниками. Ну, правда, вот с роботом, конечно, мы бы без черной дырки бы не справились. Я вот не знаю, вот там вот дальше еще есть один боевой этот робот, я вот даже реально не знаю, его убивать, не убивать, а. Просто опять-таки тратить ресурсы, да, убить его ведь не будет очень непросто по-любому, придется тратить ресурсы, а стоит ли оно того, банально, да, потому что ничего такого ведь сверхъестественного с него не падает. И в то же время, а что, если там дальше что-то интересное будет? Хотя, конечно, можно его было бы просто... Давайте завалим, какого хрена? Если мы можем его завалить, то почему бы нам его не завалить, ну правильно? Тут главное просто не дать ему по нам стрелять, да, когда он по нам стреляет, то это сразу лапинный торт. Хотя вот сейчас уже, да, видите, он нас уже даже с одной очереди не убивает, сейчас у нас уже убивает где-то с двух очередей, да, и это приятно на самом деле. Слушай, раньше он реально пускал одну эту свою очередь, и все, и нам сразу хана. Ну вот. Одно опыта за него как-то маловато дается, несправедливо. Маловато, 200 опыта за такого братишку, я считаю, это реально мало. То, что, в принципе, мы хоть с ними и справляемся, но это по-прежнему, пожалуй, самый сильный моб, да, самая сильная боевая единица в игре, потому что у него и со скоростью передвижения все хорошо, у него есть и ближний бой, и дальний бой, и он еще и при этом очень охуенно уроден, Дарья. Но я же в одну очередь пускает, и, в принципе, у нас хп практически не остается. То есть я считаю, что это очень неплохо, да, и при этом вот за него, я же говорю, 200 опыта дается, то есть, ну, блин. Ну, система распределения опыта, да, в элекции, я же говорю, это вообще отдельная тема какая-то для разговора, тут очень много вопросов по этому поводу. Так, ледоклюв, ну, ледоклюва мы завалим, да, и при помощи топора. Блин, там еще один боевой робот, прям не знаю, что и делать, честно говоря, мне уже и жалко в натуре так тратить наши ментальные зелья, все-таки их не так легко делать, да, не так легко восстанавливать. А если мы сейчас вот так вот начнем реально их тратить, просто, да, на ровном месте, то это тоже, вряд ли это плохо, хорошо, вернее, закончится, да. Может быть, того робота уже трогать не будем. Ну, его нахрена. Давай, давай, ледоклювчик. Кстати, а я щас щитом блокировал, а ледоклюва не заблокировал, обратите внимание, да? Странно. У меня из этого еще чуть-чуть было не умер, честно говоря, сейчас, да? Глупая была бы смерть, конечно. Да, странно, вроде бы этот щит должен весь урон блокировать, во всяком случае, в инвентаре так написано, то, что он защищает от любого типа урона, да, блокирует любой тип урона, но вот при этом, как бы, только что нас практически трахнули, да. Вот сейчас даже я вам посмотрю, вот где это есть. А, это в оружии, я все время забываю, что оно считается оружием. Вот, мощное силовое с поля, да, способное поглотить любую атаку, а вот, пожалуйста, любую, не любую, но вот курыка нас клюнула, и ни хрена оно не поглотило. То есть, я так понимаю, что оно только от дальнего боя действительно хорошо защищает, типа там энергетическое стрелковое оружие, луки, арбалеты, да, а вот. Что-нибудь другое уже хренушки. А, кто на меня согрелся? А, там еще один ледокрюв, ну ты смотри, а, что творится, что творится. Много вашего брата что-то развелось тут, а, петушиного. Много вашего брата. до следующего уровня что там у нас кстати практически 25 чуваки ну блин печалька конечно в том то что раньше дамы мы скорее всего бы себе даже уже и смогли бы позволить купить себе доспех паладина теперь я очень сильно сомневаюсь потому что у нас реально не очень много уже хлама да там и охотничьего и прочего да а мы много денег на тратили на все эти рецепты и прочее на все эти шлемы да может быть погорячился я может быть надо было повременить а теперь видите какая хрень денег особо не то скоро уже станем паладину но хотя опять таки повторюсь да я же скорее всего на этот доспех паладина нам нужно будет еще и очень большой запас на давайте его завалить лент с ним очень большой запас этого самого да скажите блять скажите я скажу я живут блять вот в одну очередь он пустил и все и мне хватало да очень большой запас это как его блять стойкости да у меня стойкости это ведь нихрена то и нету вот тут просто чуть-чуть печалька что мы те обычные альбы да они как бы помогают этому роботу и этим сильно усложняют мне жизнь все робот готов сам не знаю чё я решил завалить этих альбов честно говоря да вот как-то на автомате вот ну есть возможность дай думаю завалю да а ты честно говоря в натуре это экономически нам невыгодно никак да потому что мы я живу мы получается тратим наши ментальные зелья не пойми на что ну ладно еще роботы с робота в принципе падают энерго ячейки сырой лекс электронный хлам металлический хлам то есть робота в принципе падает действительно много хороших вещичек тут и тут не откажешь как бы да вот обычный альба в принципе с них только алексит да это в не очень-то и больших количествах ведь на самом деле падает и туда я же я даже сам не могу ответить на этот вопрос просто убиваю чтобы убивать да по другому это не назовешь просто потому что мы можем это сделать да вот и все наверное это наверху еще как минимум 1 альбе то осталось даже не наверху он даже внизу давайте мы его часа петрушим тоже щитом то тоже щитник прям как я братишка мы с тобой прям братья по оружию видишь только у меня наверное оружие получше чем у тебя хотя конечно не факт на самом-то день до надрян прокачивать силу ловкости нам не хватает на хорошее оружие хотя вообще да наверное мы сейчас будем повышать уровень и на первую очередь будем прокачивать именно стойкость чтобы во первых позволить себе хорошие доспехи носить до более те же доспехи паладина и прочее а во вторых чтобы могли прокачать себе дальше вот эти вот навыки сопротивление до сопротивление радиации сопротивление ядом огню холоду да это очень-очень необходимые вещи в этой игре как видим что очень часто благ какие-то места до в которые ты хрен попадешь и либо там просто хрен что по исследуешь потому что долго не можешь там находиться да наверху кстати а принципе ничего и не было так и там еще у нас боевой робот да что давайте может чего-то выпуске этого боевого робота приходу им да и все хотя вообще да честно говоря зря я вообще наверно этим всем занялся честно говоря я же блин взять с них толком нечего ресурсы мы тратим очень так неплохо само полезно вообще реально убивать это наверное вот именно всяческих там мутантов да потому что с них и сырой элег часто падает с них и разумеете всякие охотничий трофей падают который потом можно продать за весьма весьма неплохие денежки да а сальбов что стих падает вот первым еще супер этого боевого робота дал сколько за него час опыта дастся вот 131 до за кого за колосса дается 200 ну блин кого легче убить да то есть я боевого робота убью обычным топором еще даже и далеко не факт что он сможет меня вот так вот покосать как сейчас пока цел до колосса только черной дырой то есть я не представляю как его можно каким-то другим видом оружия вообще не так как бы я с ним бодрался бы при помощи все того же топора да в этом плане как-то блин блин там еще этих альбов он смотрите сколько ни хрена себе раз два три 4 нифига себе и какие-то развалины вдалеке ну а давайте мы на этом до наш выпуск закончим а в следующем если что может быть поубиваем еще этих альбов не знаю там уже как настроение будет до суть исходя из нашего настроения может быть пойдемте искать детали для кроне у 4 а может быть пойдемте вообще вход вы на донда изучим какой-нибудь навык клириков или что-нибудь в этом роде не знаю будем в общем говоря смотреть я вам как всегда ребятки благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока